Минута молчания и возложения цветов к мемориалу славы. Несмотря на мороз, на площади многолюдно. Власти города и края, бойцы из зоны СВО, рядовые горожане. Теплые встречи прошли в домашней обстановке. Глава региона встречался с семьями участников СВО. Самый маленький участник встречи – пятилетняя Лея. Под командованием ее отца Романа Блинова взвод отбил атаку опорного пункта от десятков бойцов ВСУ и нескольких БМП. Кроме того, удалось раздобыть секретные сведения о дальнейших планах противника. Однако сам Роман скончался от тяжелого ранения. Посмертно награжден медалью Героя России. Мы ведем большую работу, я хочу сказать. Вы, наверное, это знаете, конечно, о том, чтобы, ну, как-то, во-первых, память наших героев и бойцов всех ребят увековечить. Это не только памятные какие-то знаки и символы, значит, и памятники. Это, в первую очередь, то, что будет из поколения в поколение передаваться. На встрече присутствовал депутат КЗС Владимир Громов и старший лейтенант Владислав Терентьев. Последний, не так давно, со своими боевыми товарищами встречался с президентом. Из его рук получил награду участнику СВО. Знаете, когда президент вошел в зал, ну, у меня лично не было такого, вот как бывает, там люди встают и все, и уши семеют, падают. Нет. Ну, зашел, для меня зашел в зал серьезный мужчина для начала. Потом, когда он уже начал вести с нами беседу, в живой форме, без заиканий, без, как многие зачитывают по листу, нет, в живой форме отвечал на вопросы. В эти дни чествовали защитников Отечества и в концертном зале «Сибирь». Там награды получили участники СВО и представители силовых структур. Евгений Звягин удостоился медали «За отвагу». Под огнем противника он помогал выносить раненых и заправлял технику. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов. День с толком.